Могу тебе сказать одно. Говорит тебе, Саня, личная неприязнь. Я вот сейчас, скажу тебе честно, стараюсь от этой личной неприязни в общем и целом отходить ради получения максимального количества информации, которую я уже с точки зрения логики здравого смысла могу осмыслить так или иначе. Потому что если подмешивать сюда мне нравится или мне не нравится, то мы себя лишаем огромного массива информации. Понимаешь? О, блядь, и все. Ну как бы, блядь, по-другому никак, блядь. Окей, поехали. Друзья, я счастлив вновь вас приветствовать. В гостях у меня и снова вновь Александр, который широко известен, теперь уже в широких кругах, как доктор Ливси. Привет, Сань. Привет. Сегодняшнее наше видео записано по мотивам прошлого нашего видео и стоит у нас ни много ни мало амбициозная задача, как побомбить. Она звучит побомбить. Вот мы пытались, смысл в чем? Мы были в первом видео в нашем, да, когда мы разговаривали, а если суслик? Мы были, пытались быть предельно конструктивной, предельно конструктивной. То есть мы поднимали конкретные, простые, для понимания, ну как нам казалось, простые для понимания вопросы. Вышло, что они не простые, а для понимания они не простые совсем. Александр, скажи, ты читал комментарии под первым нашим видео? Ну, так, почитывал. Я скажу тебе больше, я не планировал их читать, пока ты мне не написал, а читал эти комментарии. Я не хотел читать, потому что я примерно представлял себе, да. И как вот ты можешь в общем и целом, в общем и целом оценить, ну, комментарии, комментарии, да. Ну, там сразу три лагеря, да, не три лагеря, первая, вторая и третья позиция. Первая позиция, как бы, да, понятно, во Владикавказе вы сказали полную херню, было все по-другому. Окей. Ну, это понятно, как бы, да, ожидаемо. Второе, я чучела, я нихрена не вирусолог и вообще людей, поэтому я лечить не могу с таким заболеванием. Ну, и ты, естественно, извини, Сань, ты чучела тоже. Это понятно. Да, лысый и так далее, много-много-много раз. Да, да. Значит, и третье, как бы, спасибо, молодцы и так далее. Ну, это меньшинство, кажется. Давай по порядку пройдем. Начнем с Владикавказа. Ты, ты сам сказал, что с Владикавказа. Да. Итак, значит, во-первых, уважаемые зрители и просто зрители, вы с чего взяли, что, говоря о Владикавказе, я говорю о событиях 20 апреля? Вы с чего взяли, что я про события 20 апреля? Я так-то не про события 20 апреля, я про события, которые им предшествовали. По-моему, они там за два или за три дня, не хочу сейчас ошибаться, за два или за три дня они произошли до 20 апреля. Когда люди с лозунгами вируса нет и так далее, действительно, буквально штурмовали, грубо говоря, чуть ли не нападали на охрану инфекционной больницы с требованием завести их, пустить их в... Ну, где непосредственно лечатся... Выделение инфекционной. Да, да, да. Ревенционная инфекционная отделение. Да, да. А что выходил главврач, которому орали в лесу, ты продажная там тварь, грубо говоря, там, да, там, ты продался власти, никакого вируса нету, ты нам врешь и так далее. Вот я про эти события говорю. И более того скажу, в комментариях, если сейчас почитать внимательно комментарии, люди пишут, что он походу вот о тех событиях, которые были за два дня до этого, что он не промитен 20 числа. Да, да, я не промитен 20 числа, это там к мэрии пошли по поводу соцгарантии, я про это вообще не говорил. Поэтому вы, когда начинаете рассказывать про некомпетентность, про там пизду, а будь в лапте, то я попросил бы вас, вас, не тебя, а зрителей наших, не обувать пизду в лапте, да, не обувать пизду в лапте, вот так. Поэтому я знаю, о чем я говорю, я, можно сказать, ну, практически не скажу, что с первых уст, но небольшая цепочка посредников прошла мимо тех, кто был там и кто там готовился бить морду главврачу и до того, как вот она дошла до нас. Поэтому мы вот об этих событиях, это касаемо Владикавказа. Да, я вот, Саня, тебе на всякий случай напомню вопрос, один тебе задам. Значит, как мы можем назвать людей, которые пытались понять, пытались попасть в инфекционно-реанимационное отделение, дабы лично убедиться на собственном примере, есть ли вирус? Как мы их можем назвать? Ну, чудаки с большой буквы. Ага, вот так, да. Хорошо. Да, мне просто рекомендовали поменьше ругаться матом. Вот. Мой хороший товарищ, да, я буду вести себя сегодня, пытаться вести себя хорошо. Окей, вот так, да. В общем, мы примерно их в прошлый раз так и назвали. Мудаками, да. Да, люди, мы, да, да, мы не так их назвали, но ладно. Смысл в чем? Я вам хочу сказать, вы знаете, нас обвинили, что мы называем людей мудаками. Мы не называем людей мудаками, мы называем мудаками мудаков. Повторяю еще раз, если человек пытается прорваться в инфекционно-реанимационное отделение больницы, где содержатся больные, ну, довольно опасным инфекционным заболеванием, он мудак. Он без не всякого сомнения. А самое главное, очень контагиозным, которое передается прям вообще писец-писец, прям липнет ко всему. Вот он мудак. Вот мы их называем мудаками. Сразу мы еще, Саня, еще есть одна категория мудаков, значит, внимательно послушай сейчас, внимательно послушай выражение, оцени его, пропусти сквозь себя и выдай этот, что-то о нем думаешь. Смотри внимательно. Вирус есть, но люди в него не верят, потому что ипотека. Повторяю. Я буквально цитирую, блядь. Вирус есть, но люди в него не верят, потому что ипотека. Так, ладно. Все ясно, да? Не продолжаем эту тему, да? То есть, я думаю, можно не продолжать. Смысл просто в том, что мне вчера написали гневные комментарии, гневные комментарии, что мы людей называем мудаками, там много гневных комментариев. И я им вот это вот привел, вот это вот, кого я называю мудаками, мне написали, вопросы сняли, Александр. Мы, вопросы сняты, все. Мы больше вопросов не имеем. Ну, то есть, понятно, да, они поняли, о каких опоне, о ком речь вообще идет, они сняли все вопросы. Я думаю, что на вот это мы можем про мудаков закончить, про мудаков. Переходим к следующей части маргезонского балета, это про чучело. Ну, про меня окей, ладно, хотя нет, хотя нет, хотя нет. А теперь про долбоебов. Да, а теперь про долбоебов, да. Хотя нет, мне тут, значит, тоже отписывал один читатель, я, кстати, его даже не добавил в черный список, он сам самоликвидировался. Почему, объясняю. Он рассказывал, что, значит, о такой вещи, как вирусология, о такой вещи, как вирусология, не надо разговаривать, не имея понятия, о чем ты говоришь. Я ему написал, что у меня в дипломе, в дипломе по вирусологии стоит отлично. У меня твое. А у меня отлично, вот. И я спросил, а что у него стоит по вирусологии? Ну, вот у оппонента моего, что стоит по вирусологии? Оппонент мой решил, что далее не стоит продолжать беседу, да, и больше я его не видел. Так вот, я чучело, ну ладно, я чучело, ладно, Сань, окей, окей, просвети, пожалуйста, наших зрителей, всех категорий, что относительно того, что ты, может быть, хороший реаниматолог, может быть, хороший токсический медик. Я не токсический медик. Ну, короче, военный медик, да, вот, но где ты, Сань, где ты, блядь, и где вирус, понимаешь, да? Я понял. Да, расскажи, пожалуйста. Слушай, ну, объясняю, тем, кто не умеет, как бы, нажимать пальчиками на клавиатур на компьютере, и кто не умеет пальчиками тыкать в телефон со словами «Окей, Гугл», а теперь вопрос. Значит, очень прям, очень кратенько, да, вирусологи. Это люди, которые занимаются как раз изучением различных вирусов и занимаются изучением вирусов. И в основном эти люди в большей своей части работают исключительно в лабораториях, где они этот вирус изучают. В закрытых лабораториях, кровавого режима, обыкновенных гражданских лабораториях и так далее. И люди, которые этим занимаются, изучают этот вирус, да, там, типы, подтипы, штаммы, сиротипы и так далее, они, к сожалению, к лечению данных больных напрямую вообще никаким образом, ну, как бы не влияют. Потому что они их не лечат, вирусологи не лечат, они очень, ну, они лаборанты в основном, скажем так, да, ну, даже это грубо, лаборанты неправильно, да, они врачи таких институтов, лабораторий, где они вот изучают, помогают нам, дают нам, как бы там, патогенез какой-то, да, еще что-то. Вот, чтобы мы, мы, врачи, анестезиологи-аниматологи, инфекционисты и другие специальности, основываясь на их изучении этого вируса, да, мы могли что-то добавить, например, да, в лечение больного, если они что-то умное и интересное для нас нашли. Я буду себе верен, я тебя перебью в очередной раз, Сань, ты учти, пожалуйста, уровень оппонентов наших и будь немного, это, попроще, попроще немного, попроще. Так вот, это я к чему сейчас сказал, то, что, значит, я подведу такой некий итог, да, то есть вот есть вирусологи, да, которые изучают вирус, а есть вот анестезиологи-реаниматологи в твоем лице, которые лечат, даже не вирус лечат, лечат последствия того, которые вирус вызвал в организме носителя, ну, заболевшего, инфицированного. Да, теперь я тебя перебью, в данный момент мы лечим острый респираторный дистресс-синдром, он же ОРДС, который, естественно, вызывает у человека самые неприятные ощущения и его состояние, вот, но к тому и сему, как бы, все это вместе будет называться, там, ну, а ладно, хрен, как бы этого хватит, хорош. Окей, 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 Google, окей. Следующий вопрос, комментарий, несмотря на то, что был написан же по больной манере, такой подрывающий мне пукан, но из-за того, что человек, в принципе, остался в рамках конструктивного, да, диалога, я его этот комментарий приведу. В общем, смысл такой, я с ним согласен, на самом деле, я с ним согласен, что, учитывая то, что у нас есть сухопутная граница с Китаем, она довольно протяженная, в Китае заболевание, официально было объявлено конец января, ВОЗ проинформировал о вспышке заболевания в конце января, на самом деле, реально, я думаю, что они сталкивались с ним раньше. Конец декабря, да, я думаю, что вот эти все люди, они туда-туда курсировали через сухопутную границу, и, соответственно, весь наш вот этот приграничный с Китаем регион в свое время переболел, скажем так, вот этими начальными штаммами данного вируса. Начальными штаммами данного вируса. Вот, смысл, короче, в чем? Можно ли сказать, что вот те штаммы, которые были в конце декабря, начале января, и вот те штаммы, которые к нам приехали с Европы, они между собой отличны? Знаешь, ну тут, к сожалению, достоверных, достоверной информации нет, потому что, в принципе, сейчас этим почти что никто не занимается открыто. Открытые источники, которых можно посмотреть по штаммам вообще, это американцы, как бы, да, в очередной раз они молодцы в этом плане. Вот один из институтов вирусологии, институтов вирусологии, где умные вирусологи, дядьки, сидят и конкретно прям каждую неделю выкладывают в открытый доступ информацию по ковиду и сравнение его с гриппом, со всеми делами и другими разными вирусами. А вот, они прямо изучают, изучают и дают это в открытый доступ. Значит, по поводу штаммов. Ну и в Китае тоже нифига ни разу ни один штамм был. Как бы, они там еще и разные были. Вот, это раз. Во-вторых, такая вероятность вполне себе, как бы, реализуема, в принципе. Это абсолютно нормально, тем более, если... Там, видишь, там даже для меня клинически, как бы, очень сильно непонятно и молниеносность процессов именно, которые из-за него происходят. То бишь, если наступает осложнение, то они настолько молниеносно протекают. Там, начиная, там, сначала апоптозы, а потом сразу фиброзы. То бишь, ну, легочная ткань превращается в, грубо говоря, камень. Грубо говоря, камень, да. Она больше не функционирует вообще никак. Вот. Эти процессы очень как-то молниеносно. Сейчас, сейчас, извини, извини, извини. Это характерно в большей мере для, вот, сегодняшних, скажем так, штаммов или для первых. То есть, ну, так получается, что мы можем, то есть, получается... Мы можем предположить, мы можем предположить, что есть... Ну, вот мы сейчас чисто теоретически с тобой... Теренируем, да, да. Да, да. Просто, как бы, этот самый... Как скажут товарищи, одеваем эту штуку в экилапсу. Да, да. Вагину в пуанты, давай. В пуанты, да, да, да. Да, да. Вот. Мы можем предположить, что, на самом деле, когда там это все дело зарождалось, один из как раз таких, грубо говоря, слабых, ну, в кавычках, да, или, грубо сказать, слабых штаммов залетел к нам, да, именно на эту границу. И люди переболели либо в бессимптомной, либо легкой форме. Но есть маленький нюанс. Как бы это мы, да, и дальше там начало распространяться. Есть у меня личное, мое ощущение, что мы нифига у нас не китайские штаммы, что у нас именно конкретно обогнувший шарик уже через все эти дела европейский. Сейчас, вы сейчас. Да, вот прям усложненный, усложненный который. Естественно, каждый этот штамм, он усложняется еще больше. Почему? Потому что все люди, которые попадают в реанимационное отделение, должны понимать, что в каждом реанимационном отделении, ну, все реаниматологи знают, что в каждом реанимационном отделении есть своя еще и флора. То бишь, откуда есть такое понимание больничная пневмония, да? Люди, которые залетают на длительные ВЛ, они еще хватают и внутрибольничную пневмонию. Вот, которая есть флора, да? И все, каждое реанимационное отделение знает свою флору. Она знает, какие антибиотики на нее влияют, да? Чем сразу уже начинать можно лечить больного и так далее, там профилактировать его. Вот. И вот здесь вот, что на выходе получится, там гадость безумная. У нас гадость безумная. Вместе эта гадость безумная как вообще среагирует. Ну, честно, я как бы, я пока это самое, пока в маленьком ужасе. Но вот такую предположить, да, вещь такую предположить можно. Но сейчас мы с тобой теорию как бы, ну, так теоретически порассуждали, да. Теперь как бы конкретно к практике, да. И это к тому, что, помнишь, вот ты говорил, когда все кричали, что государство нас обманывает, да. И оно, говорит, миллионы трупов. Я сейчас, я про это сейчас хотел сказать. Я сейчас хотел сказать, подожди. Да, нет, ты это скажешь. Так вот, знаешь, в нашей сейчас ситуации, да, когда так говорили, а это самое, докажите нам, что вот это все плохо. Вот теперь вопрос у меня такой. Ну, как бы, а докажите мне теперь, что вы болели ковид-19. ПЦР-диагностика была? Не была. Саня, тут смысл просто в чем, что да, вот ты поднял эту тему. Я ее даже и не хотел особо поднимать, а то ее поднял. Ну, у меня, это мы все, значит, надо было вот это поднять, когда мы про мудаков говорили. Мы сейчас про, ну, мы какие чучело с тобой, а надо было вот тогда, да. То есть я просто помню, когда это все начиналось, я читал вот эти бредни в сети, да, смотрел, читал вот эти бредни о том, что государство скрывает больных сотни тысяч, умерших десятки, морги переполнены, каждый уже второй умер, каждый третий вот-вот на подходе. Понятно, да, вирус страшный, понятно, да. Это до введения ограничительных мер. После введения ограничительных мер через две недели чудесным образом вируса не стало. Это все херня, все придумали, и все умирают не от того вообще. И самый парадокс для меня лично, для меня парадокс, что это, ну, первое и второе, чушь первую и вторую чушь несут одни и те же люди. Как у них это уживается в голове, мне не ясно. Вернее, как мне ясно. Им до пизды против чего быть, им главное быть против. Все, вот у них против. Но я не хочу на самом деле сильно развивать эту тему, я сейчас хочу бомбануть. Поэтому я тебе задаю прямой вопрос. Мы с тобой к этому, ну, мы это обсуждали с тобой в Кумарах. Давай на людях обсудим вопрос по поводу девочки-фельдшера. Да, фельдшера? Да, фельдшера. Девочки-фельдшера, которой сколько было лет? Двадцать два. Было двадцать два. Было двадцать два. Только закончила, устроилась. Было двадцать два года, и которая умерла от последствий. Да, от осложнений. Ну, от тяжелого РДС, вызванного COVID-19. Вызванного COVID-19. То есть вызванного вирусом, которого нет. Вызванного вирусом, которого нет. Который она до этого возила постоянно. Вот, да, 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 больные, с которым она постоянно возила. Двадцать два года, фельдшер. Вот, а теперь у меня вопрос такой, он очень же побольный. Ну, пошли все нахуй. Сколько ты, Сань, знаешь народу лично, не лично, через третьи руки, через теорию пяти рукопожатий, сколько уже умерли от голода, Сань? От голода? Да. Я не про Африку сейчас. Я не про Африку. Я про наших соотечественников. Про наших соотечественников. Ни одного не знаю. Ни одного не знаю. Странно, блядь, Сань. Я просто, почему, почему странно? Извини, Сань, я каждый раз, когда катаюсь, но я катаюсь же часто, я очень много, сам знаешь, с утра и как бы и до ночи, да? Блин, вот, как бы, опять, в очередной раз хочу поблагодарить американцев, спасибо за Макдональдс, как бы, и за Бургер Кинг. Бля, Сань, не протолкнешься. Во, 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 так вот, Сань, смотри, я к чему задаю вопрос, да, умирающих от голода. Я к чему, почему странно, что ты никого не знаешь, потому что, если комментарии читать, комментарии, то каждый второй умирает, уже, уже умирает, а каждый третий умер от голода. Сука, каждый второй умирает, каждый третий умер, и каждый, сука, второй, каждый третий пиздят, блядь, про то, что вируса нету, а тут вот девочка, 22 лет, умерла от вируса, которого нет. И я уверен, найдется, сука, в комментариях ублюдок, блядь, который напишет, что ты придумал это все. Я тебе отвечаю, потому что ты вообще какой-то странный, ты вообще какой-то странный, да, там так написали, видео заказное, врач какой-то странный, он похож на военного врача, блядь, и что? Я военный врач, блядь. Ну, хуй с ним, ты похож на военного врача, что дальше-то? Вот ты похож на военного врача, окей, вопросов нет. И поэтому то, что ты говоришь, что, стало военным, блядь, или, блядь, как? А вопрос, а при чем здесь военный врач, ну, похож на военного врача? А я не знаю, а я не знаю при чем, я не знаю при чем. А типа военные врачи, они что-то скрывают, что ли? Ведь да, да, они, у них такая работа, Сань, скрывать. У гражданских лечить, у военных скрывать, ну, вот так, видимо, потому что по-другому я не понимаю, в чем прикол. Да не, они просто тоже захлебываются, как и мы, так же в говне по самому ушу. Да, в том же говне по самому ушу, да, отлично. А, кстати, и так, чтобы, блядь, расслабились булки, да, короче, степень доклад, степень доклад, доплат, степень доклад за вот это дело. Значит, смотри. Я понял, все, все, все. Оп, да, все. Ну, вы работаете, Сань, все равно. Они, у них доплат нет, у них, я про них сейчас говорю. Про военных врачей, да, у них нет доплат. Там сложность напряженная, Сань. Там Родина уже, Родина уже сказала надо, все, Сань. Там туда не лезь, короче, понимаешь? Смысл просто в том, что мне же тоже написали, что, конечно, легко пиздеть пенсионеру МВД. А поэтому им тоже легко пиздеть, они пускай работают, короче говоря, понимаешь? Да, потом он будет легко пиздеть. Все, проехать. А тебе хоть хватает за квартиру-то заплатить? Хоть-то, блядь, Сань, да она ж огромная, о чем-то. Нет, я говорю тебе за квартиру. Да у меня еще и остается, и если у меня, когда еще ограничения снимут, хватит и в Чехию сгонять в очередной раз. Это все же пенсии МВД, Сань. А от твоих 13 странных тысяч, да? Ну ладно, давай. Почему 13? У меня чуть больше, не надо. Я специально завидел. Ну чуть-чуть, да. Ладно, короче. Вот. Давай, уже поболели, уже поболели, чуть-чуть прекратим уже поболеть. Давай сейчас, прежде чем мы скажем спасибо людям, да, потому что было там спасибо, теперь мы скажем спасибо. Мы к конкретике немного подойдем, Сань. Значит, смотри, у нас есть два, на самом деле, вот это, из очка, из очка, в котором сейчас, ну, весь мир, я не скажу Россия, мир находится в очке, все, все находятся в очке. И с него есть, на самом деле, вот свет в конце туннеля, он с двух сторон у нас свет, с двух сторон. Всегда. Нет, в очке один, а в туннеле два, блядь. Не-не-не, Сань, если по ЖКТ пройти очень далеко и глубоко, то там тоже замирает. Тоже два, окей, окей, хорошо, окей. Смотри, значит, с одной стороны у нас коллективный иммунитет, с другой стороны у нас вакцина и массовая вакцинация, в том числе принудительная, скорее всего, потому что куча долбоебов считает, что вместе с вакциной вводятся чипы какие-то, понимаешь? Ну, блядь, сука, но про это не будем, не будем про это, не будем про это. Так вот, с одной стороны у нас коллективный иммунитет, с другой стороны массовая вакцинация. На что бы ты поставил, вот, в борьбе с данной угрозой, на что бы ты поставил? Ну, смотри, это лично мое субъективное мнение, но я в августе, в августе, потому что я думаю, что, ну, уже к августу 100% вакцины это будет, ну, как бы я надеюсь. Я в очередной раз, надеюсь, в нашем министерстве здравоохранения, вот, да, значит, в августе у меня будет план такой, как там, говоришь, значит, иммунитет, ну, коллективный, да, потом вся семья у меня прививается от гриппа, и после этого еще мы прививаемся от того, что нам придумают. Окей, оно имеется в виду от ковида? Ну, естественно, да, да, да. Я просто к чему спрашиваю, я просто к тому, что ты, ну, то есть, когда вакцина будет. Обязательно. И когда она будет, да, ты рекомендуешь, ты рекомендуешь прививаться людям. Конечно, да. Однозначно прививаться, вот это очень важный вопрос, почему, ну, ты понял, почему, потому что вдруг чип попадет, понял, да, то есть ты рекомендуешь чипов не бояться, пускай прививаться, не надо бояться чипов, да? Не, не, не надо, как бы сейчас подожди. Товарищ майор, я правильно сказал? Товарищ майор. Сань, смех, смех на самом деле хуевый, смех хуевый, потому что все говорят, что попадет, да, чип, и мы будем чипированы, за нами будут следить. То есть так не следят, понял, да? Так же телефон твой, блядь, да, вот этот вот модный, короче, он же так не передает нихуя, а так чипы, да, ладно, все, тихо. Да, значит, я думаю, вот это нам мы побомбили достаточно, мы на основные вопросы, на которые стоило ответить, ответили, да, сейчас момент такой, я бы хотел его коснуться, коснуться, хотел бы момента, ты сказал, что были люди, которые сказали спасибо. Я думаю, что несмотря на то, что ты сказал в первом видео, что тебе ни тепло, ни холодно, я думаю, что один хер, тебе приятно слышать это спасибо, но самое главное, я знаю точно, да, что некоторые не просто сказали спасибо, а некоторые даже помогли, я хочу сказать, нематериально, нематериально, а помогли конкретно, да, то есть предоставили конкретные средства защиты для того, что... Давай так сделаем, как бы они помогли не финансово, вот так вот, да, потому что все-таки это получается материально, как бы денег я принципиально не беру, ну, потому что, как бы, во-первых, я смысла никакого не вижу, да, во-вторых, ну, зачем мне деньги, когда мне вот конкретные только вещи нужны, вот, за это я хочу сказать ребятам вам спасибо большое, кто откликнулся, как бы, как бы, на самом деле, ну, не очень у нас все просто, да, и получается так, что иногда, как бы, там, дают, да, там, что-то выдают, потом она заканчивается, и потом мы достаточно долго ждем у нас, ну, к сожалению, большие перерывы, там, в поставках, те же, там, там, костюмов, респираторов и всего остального, вот, кто смог, грубо говоря, да, на безвозмездной основе за спасибо большое нам это передать, я это уже отвез на бригаду, там, на бригаде, ну, вот я это могу, там, смс-ки скинуть, там, вау, вау, круче, все, вот, большая-большая от меня личная благодарность, как бы, и от нашего коллектива, но все не могут сказать, поэтому я от них передаю вам благодарность, спасибо большое за это. И вот, я, в свою очередь, говорю спасибо вам за помощь нашим отважным, не всякого слова, не всякого сомнения, медикам, которые сейчас на переднем крае, и очень важный момент, теперь я хочу сказать, всем мудакам и чудакам, и просто людям, которые говорят зачем, к чему, о чем, вот об этом речь, уже не зря, ты сам в прошлый раз сказал, если один задумается, будет не зря, да, а ты, видишь, появляется, тут, оказывается, совсем не зря, поэтому я думаю, что мы в любом случае делаем нужное дело, в том числе, да, и мы будем это нужное дело продолжать делать, и я пришел все-таки к выводу, к тому, что мне постоянно говорят, знаешь, если надо, короче, долбоебу объяснять, значит, объяснять не надо, нет, я считаю не так, я считаю, если надо объяснять, значит, надо объяснять, короче, а способ подачи, который я выбрал, я выбрал сознательно, потому что его слушаю, согласны они с ним или не согласны, это второй вопрос, главное, чтобы слушали, короче, если кто-то услышит, уже хорошо, Сань, огромное спасибо, более тебе мозги не, это, не сношаю, потому что ты пришли суток, отдыхай, пожалуйста, потому что у тебя, у тебя много, у тебя нормально все там, не переживай, у тебя много работы, много работы, вот, а есть у тебя какой-то темный там, ну ничего страшного, здесь в этом видео главное, что мы сказали, а не то, как мы выглядим. Сань, огромное спасибо, огромное спасибо всем вам, помаши ручкой зрителям нашим. Все, ребят, спасибо большое, всем удачи, не болейте, берегите себя и своих близких, будьте здоровы. Друзья, за адекватность, компетентность и благоразумие, будьте здоровы и до пребой с вами сила.